Добрый день дорогие друзья, мы с вами компания Крупмонтаж, меня зовут Мороз Алексей. Мы на нашем проекте Евроремонт в Москве, в московской квартире. Ну что, сегодня мы транслируем третью серию. В прошлой серии мы показывали демонтаж, квартира была полностью разбомблена. За моей спиной уже появились перегородки. Вот я показывал по проекту, как, Вась, фокус нормальный? Нормально, сейчас сделаем. Вот вы видите, мы поставили эту перегородку, вот она, гипсокартон, и вот эту перегородку. Значит, какие трудности? Так как мы сохраняем дубовый паркет, а по плану перегородка должна быть вот от этого столбика монолитного. Вот, и решено было с заказчиком, дабы, если мы выставим стенку по этому зубчику, столбику, то получится у нас не хватает дубового паркета 7 сантиметров. И мы сдвинули перегородку по совместному согласованию до паркета. Но появился у нас зубчик. Уголок. Да, уголок. То есть оно цепляет друг за друга, а здесь будет кукольная зона. И в этом месте мы ждем заказчика, будем решать, что с этим уголочком делать. Либо его разбомбить, либо можно оставить. Это надо согласовывать с заказчиком. Вот мы показана, эту стену заштукатурили ротбантом под маячки. Здесь будет гипсокартонный потолок в этой части квартиры. Здесь кухонная зона, а здесь будет обмененная зона. Также вот эту дверь мы заложили. И построили из пеноблоков вот такой участок. Сейчас вот покажи наши мастера под маячки штукатурят. Вот. И в предыдущих сериях я вам говорил, что квартира 190 квадратов делится на две части. Вот за той аркой находится 90 квадратных метров. И там ремонт не производится. Там сделан евроремонт. И то бишь ощуток электроэнергии у нас там. И важной частью надо сохранить все коммуникации, которые проходят там, чтобы не долбить, оставить свет, розетки, выключатели. Вот я хочу показать, когда наши мастера обдалбливали стяжку, аккуратно обдалбливали, мы нашли вот эти все жилы и трассу кабелей, которая идет в ту часть комнаты. И в принципе удалось нам сохранить и разобраться нашим людям. И мы опять же распределим и спрячем все в стяжку. И здесь будет производиться стяжка в уровне этого паркета, чтобы пол был одинаков в этой части. Теплый пол здесь будет? Да, 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 конечно. Так. Ну, пойдемте сюда. Вот, вы помните, здесь было большое помещение. Вот мы поставили перегородку. Здесь будем гипсокартон делать в два слоя. Вот эту нишу мы заделываем. То есть по проекту вот этот участок ниши вот вот этот монолитный столб капитальный мы ее заделываем ровнее. В принципе, с кондиционерами в эту комнату добавляется кондиционер. Он будет устанавливаться вот этот блок кондиционера вот на этой части и в той, в той стене. Так. пройдем в другую сторону. Ну, здесь видно внутренняя составляющая стенки гипсокартона. Как вы видите, все уровни устанавливаются нижние части, верхняя все уровни и несущий профиль. Также у нас есть утеплитель, теплоизоляция и шумоизоляция помещений должна обязательно быть. Чтобы в помещениях не было слышен звук это с телевизора в другом помещении и так далее, мы будем утеплять утеплителем перегородки. Здесь мы еще оставили эту часть, почему? Здесь еще будут проходить кабеля, провода, розеток и так далее. будем начинять эту перегородку. Внизу розетки, телевизора и так далее. Вот видите, я вызывал кондиционер, что здесь стоял блок кондиционера, он мешал, ну, чтобы поставить перегородку, мне спустили давление в кондиционере и сняли блок. Этот потом кондиционер перейдет, будет установлен здесь на перегородке. Сняли все батареи на время ремонта. Вот, в принципе, это его пока вот смотрите, как мы здесь из мрамора подоконники и деревянные стеклопакеты мы оклеили гидроизоляцией и армированным скотчем, дабы сохранить и чтобы это служило еще заканчиваем. Так, ну вот ведутся полным ходом. Сейчас я просили по электрике показать, потому что электрика это очень важная часть, да. Пока по сути мы не делали. Значит, только вот наши люди разобрались с электрикой в тот часть комнаты и мы полностью прозвонили там свет есть, работают, все розетки выключаются. Вот вы можете видеть, как по маячкам Ром Ротбанта протягивает штукатуре и стены. Это мы сейчас находимся вот здесь вот у нас стена. В эту дверь мы заложили, а это мы воздвигнули из пеноблока. Так, и покажем. Здесь стяжку мы не выдалбляли. Видите, сколько мы выдалблили в этой части комнаты? Здесь будет просто плитка. Плитка и здесь вверх будет встречаться плитка с другим паркетом. Это входная зона. Здесь планируется шкаф, как мини-гардеробная. Здесь будут люди заходить, раздеваться, разуваться. Кстати, можете видеть, вот гипсокартон мы уже сделали в этой части. Гипсокартон. Потом, что планируется еще. Вот там видите отверстие в ванне? Там вытяжка. Была вытяжка, мы ее восстановим и будем раздалбливать стену смежную с кухонной зоной и вытяжка повернется, пойдет сквозь стену и в гипсокартонном потолке здесь будет находиться плита. И по потолку подойдет в плите. Да, и кстати, вот видите, тоже торчат от кондиционера тоже трасса. Ее мы будем кондиционерщики по потолку протягивать, здесь штробить, здесь будет блок кондиционера. Но маленькая трудность, так как с кондиционера кондиционера. Тоже нужен слив воды конденсат. Тут есть некоторые проблемы, самотеком не получится, канализация тоже далеко, санузел мы не трогаем, кухонная канализация тоже легко. Здесь придется ставить помпу, специальная вещь, которая будет выбрасывать конденсат за пределы квартиры. Вы наверное видели, когда из кондиционера блока на улице капает водичка, это конденсат. Вот об этом и речь. Ну вот в принципе то, что могу вам доложить. Много масса розеток будет глушиться нами, потому что старая разводка электрики здесь практически не будет использоваться. Все надо по-новому. Все трассы электрики будем прокладывать мы внизу. У нас сейчас есть эта зона так как стяжки нет по-низу и прятаться и проходить по стенам гельцокартоны все комнаты. Также придется штропить потолок для люфа. В одной и другой комнате будет штропление потолка. Вот в принципе все, что я хотел сказать. Вот на данном этапе сколько у нас уже идет ремонт. Сегодня 22 число полноценно 22 дня. 22 дня это считаем полностью как мы вошли, получили ключи и начали с оклейки всех окон, дверей и так далее и с демонтажа. То есть длинную часть этого времени занимал демонтаж. Могли быстрее но элитные да кстати по субботу по воскресеньям не работаем люди просят иногда до 4 не шуметь по законодательству сейчас до 3 время тишины люди соседи обращаются до 4 там бывают дети ну и есть с этим ничего не поделаешь вот ну вот в принципе пожалуйста если у кого есть какие-то вопросы что кому не ясно по проекту может вы понимаете что с видео может не такое представление широкое да планировки этих помещений и так далее но я постараюсь вам что-то объяснить вот в принципе и все что я хотел сказать с вами была компания Кровмонтаж меня зовут Мороз Алексей оператор Василий как всегда до новых встреч на нашем проекте евроремонт в Москве в Московской квартире до новых встреч